Здравствуйте, меня зовут Авдюшин Яна. Я являюсь кинологом и хендлером питомника Шармальголд. Я сегодня приехала в семью, где купили щенка из питомника. И сегодня я отвечу на некоторые вопросы, которые возникают почти у всех новоиспеченных владельцев. О том, почему щенок кусается, как его приучить к домику или клетке, ну и многие другие. И первый вопрос, основной, который возникает с маленькими щенками, когда он приезжает в дом, то, что он кусается. Это нормально. Это не бешенство, это не агрессия, это взаимодействие. Он не умеет по-другому взаимодействовать. Когда он общается с другими, со своими сородичами, щенками, он обязательно применяет зубы. Это нормально. А там полупереваренное все, там очень много бифидобактерий, настоящих самых. А мы их убрали на неестественное питание для них. И они пытаются это восполнить. Яна, пока я не с уйду, он меня сбивает с ног. Что делать? Мы сейчас будем учиться думать по собачьи. Пока мы думаем как человек, нам очень сложно решить многие вопросы. И это будет камнем сложным всю жизнь. Поэтому учимся думать, как думает собака. Что он хочет в этот момент? Он хочет есть. Он хочет есть. Что он для этого делает? Он вас сносит с ног. Потому что ему нельзя летать, и он от вас. А вам надо отобрать, а вы за ним. И это вереница и все выиграют. Таким образом проверяется слабое звено. И висят вот эти слюни длинные. Вот тот, кто будет давать раз в две недели кусочек, и будет думать, что это ну ладно, ерунда. Никто не узнает? Да. Он спалит. Спалит собаку. Вот прям 100% называется слабое звено. Оно выбирается. И вот эти вот маляющие глаза Шрека. Поэтому рамки обговариваются. Но пока вам нужно настроиться на жизнь с собакой, вам нужно все, 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 все аспекты, которые происходят в жизни, ваши с собакой проверить, на можно или нельзя. Спасибо. И авторитет должен быть. По приучению к туалету и к пеленкам вопрос мы разобрали. Понятно или остались какие-то... Нет, все понятно, спасибо. А скажите, пожалуйста, как приучить его к клетке? Клетка. Страшное слово клетка. Очень многих пугает. Чтобы провода, какие-то несъедобные вещи, да и квартира в целом остались целыми. Чтобы и он себя не поранил, и не нанес ущерб. Как приучить? Приучаем мы постепенно, только через позитив. Вообще нужно стараться делать все через понимание и позитивную. И таким образом вы будете его приучать к тому, что для того, чтобы дверца открылась, нужно громко кричать. Поэтому ждем, пока он успокоился. Мы не можем его за это ругать. Меня можно сколько угодно ругать, бить за то, что не говорю по-китайски. Я не начну говорить по-китайски, потому что этот язык мне не знаком. Меня ему не научили, не обучили. Я не смогла даже, если мне бы 10 раз сказали какое-то слово, его повторить правильно. Мне нужно его повторять, ошибаться. Еще раз повторяю. Голосовое, достаточно четкое обозначение на то, чтобы прекратить именно жевать что-то. Это не значит, что вот многие путаются, у него еще не сложилась психоэмоциональная зрелость для того, чтобы... Ай, нет, нет, молодец, молодец, знаете, бегемот, его кусай. Вот, психоэмоциональная зрелость не сложилась, и он еще не готов вынести это все на улицу. Он будет стремиться. Если вас смущает какое-либо поведение, не касающееся ветеринарных вопросов, да, то есть собаке неплохо, да, ее там тошнит и еще что-то, а именно поведенческое, пишем, не стесняемся. Мне намного проще решить вопросы в их зачаточной стенде, а не когда вы уже накопили их. Когда нет стены уже. Да, когда эта система, мне разгребать это намного сложнее. Пока мы, конечно, были попытки плинтус укусить, но у меня в голове сидит черт с плинтусом, может поперхнуться чем-то, да, вот это для меня важнее, чем заменить палку плинтуса. Но мы пресекали это, там, фу, отвлекали это. Я говорю, мы в бесконечном, вот эту неделю в бесконечном дежурстве, в нескончаемом. То есть... Мы отдыхаем, когда он спит. Да, да, и вот это вот не буди там вечное зло, там Джуманджи, ящик Пандора, вот это все. Мы вспомнили все. Так, а как сделать, чтобы он не грыз плинтуса, я уже сказала? Продолжение следует...